И заблуждение представителей украинской оппозиции. Точно такая же статья, аналогичная той статье, по которой обвинена госпожа Тимошенко, содержится в 11 уголовных кодексах 11 стран-членов Союза и 4 стран-кандидатов в члены Евросоюза. В самом Евросоюзе нет единого подхода, как квалифицировать превышение власти и служебного положения. Мы специально приняли постановление украинского парламента, в котором обратились к парламентам других стран и разослали постановление украинского парламента, в котором есть четкий перечень европейских государств, в которых существуют члены Евросоюза, в которых существуют точно такие же уголовные статьи, как та, по которой осуждена Тимошенко. Таких статей нет в Германии, Франции и Великобритании, но они есть в 11 странах-членах Евросоюза, и Евросоюз не предъявляет претензий. Хочу также обратить внимание, уважаемых господ, что есть такая структура Евросоюза-грека, которая отвечает за борьбу с коррупцией, которая третий раз предъявила желтую карточку Германии, требуя от Германии ввести в уголовное законодательство уголовную ответственность должностных лиц за превышение власти. Хочу также напомнить, что Германия до сих пор не подписала конденцию по борьбе с коррупцией ООН, и об этом почему-то все тоже забывают. Поэтому, когда европейцы нам говорят, приведите ваш уголовный кодекс в соответствии с европейским уголовным законодательством, то мы изучили подробнейшим образом европейское уголовное законодательство, и задаем вам вопрос. Когда Европа приведет уголовное законодательство всех членов Евросоюза к одному стандарту, тогда мы готовы будем говорить о том, что мы у себя тоже исключим эту статью. Она присутствует в уголовном законодательстве 11 стран-членов Евросоюза и 4 стран-кандидатов. Спасибо. Окей.